доброго времени суток народ сегодня поговорим о питании чем же должен питаться человек сейчас вы наверно в теме что смотрите интернет что там много тем сыроедение бум такой это действительно так действительно это начал какую-то моду за собой вести ну хотя бы через моду человек приходит к видовому питанию а именно видовое питание является это фрукты и овощи подчеркиваю фрукты и овощи на переходном этапе можно питаться орехами это замещать мясо да кто-то думает о белках там ищет все время сколько же белков белков надо белки у нас строится из аминокислот внутри клетки синтез белка нашего именно происходит так что питаться надо фруктами и овощами я питаюсь уже так полтора года и мой рацион составляет 90 процентов фруктов 10 процентов овощи ну я могу вечером овощи там салат какой-нибудь такой легкий поесть легкий зелень что же такое видовое питание человека изначально природа позаботилась на этой земле для всех видов биологических а именно для млекопитающих которые живут именно на земле есть млекопитающие есть которые питаются растительной пищей есть которые хищники у нас хищники это утилизаторы утилизаторы больного существа на этой планете это ущербные создания кто-то говорит вот человек хищник он там боец да сюда нет ну попробуйте догнать курицу без всяких ножей там попробуйте догнать курицу разорвать и порвать и глотку и насытиться этой плотью я думаю что вас стошнит быстрее и никакого удовольствия от этого вы не получите а что такое видовая пища когда растет яблочко на дереве вас куда потянет либо сорвать это яблоко наливное да спелое либо погнаться за какой-то мышью крысой или петухом да разорвать у нас есть зубы они у нас маленькие даже у гориллы есть клыки большие но она это является плодоядным существом мы плодоядные чтобы мы порвали допустим плоть какую-то нам нужны какие-то средства но когти как у хищников да у нас этого нет у нас маленькие коготки вырастают для того чтобы мы шкурку почистили там апельсинку или еще что-то взяли плод понюхали у нас нос у хищника по ветру нос стоит чтобы учуять добычу запах и и тем самым произвести охоту до дальнейшие употребление в свой рацион и то волки питаются раза в две недели и у них естественно волка возьмите он 2 метра кишечник у него составляет 5 метров если он на ноги встанет а человек он небольшой у него кишечник около 15 метров от 12 до 15 если будет поступать туда не свойственная пища как мясо особенно еще дентурированная пища жареная вареная все это начинает гнить оно и не имеет клетчатки которая помогает проходить через тонкий кишечник попадая в толстый кишечник утилизируя наши все микрофлоры но наша микрофлора только содержится и кушает у нас клетчатку да именно клетчатку кушает только в нормальном первозданном виде выращенная а все остальное весь остальной мусор которыми я питался раньше кушает у нас все-таки не свойственная для нас микрофлора она называется патогена то есть это утилизаторы той пищи которую мы засовываем да кстати кто много есть мясо и рыбы поздравляю вас глисты у вас черви они белковой пищей питаются а почему черви у вас внутри да потому что они с мясом попадают вы думаете если там в мясе нету червяка позаботились да кто там разделать или трупы животных вам на подложке продает магазине то вы ошибаетесь червяка там да нет но там есть личинки этого червяка которые попадая благоприятную среду наш желудок теплая среда вы напихиваете сфинктер открываетесь потому что под нагрузкой такое не сможет мясо переваривается где-то не знаю что да по моему 12 часов он переваривается но первое второе третье да все это завтрак еще помимо там часть бутербродом на последок после еще разбавили кислотную среду свою желудок которая должна это все дело переварить и дальше в тонкий кишечник а там лежит понимаете 6 часов 7-8 часов каши еще если разбавили водой чай да ну все там до 10 часов она потому что кислотная среда разбавлена и организм постоянно тратить ее восстановление а тут еще обед ну короче говоря утилизаторы эти глисты те получается они определенную среду попадают они начинают там из яиц вылазить своих да белок мясо вот это вот все что гниет это их не пища потому что все помой на яме вы видите там где нибудь пакет или еще а там червя там поднимите его или до скукуль там вот она пожалуйста то же самое и в организме человек кто спортсмен того меньше потому что выделительная система все-таки а человек чеснок и лук ест там с борщем больше такой борщ это это братская могила овощей так что народ не надо так скажите каких-то иллюзиях жить что вы здоровые крепкие потому что вот вы едите каши мясо едят утилизаторы наши да еще утилизаторах наших нашей программе так заложено творцом есть утилизаторы нашего тела если она погибает то его разлагаю те утилизаторы которые находятся в нас спящем состоянии если они чувствуют что тело закисляется а это когда мертвое тело когда погибает она закисляется в момент трупный яд вырабатывается утилизаторы выходят и его начинают ликвидировать тем самым вы можете в гробах там когда делают экзаммацию раню или еще что-то там вскрывают там черви ну вроде бы отчет доступ деревянный весь заколоченный а там черви вот именно эти черви когда вы благоприятную мертвую среду для них создаете это дентрированную пищу питаетесь вот они выходят и утилизируют это все потихоньку и какают там плодятся и токсинами забивают ваш организм болеете и всякие аллергии вылазят так что ребята такой вот краткий курс о водном питании человека человек должен питаться растительной пищей только ей о семенах мы поговорим в следующем видео ставьте лайк подписывайтесь на канал если вам это видео понравилось много спикеров сейчас общают говорят в интернете об этом народ просыпается и просыпаетесь вы если не хотите болеть и рано уйти из этой жизни переходите на видовое питание благодарю за просмотр увидимся в следующем видео